В движении жизнь! С таким лозунгом на центральную поляну Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха вышли ученики из разных Одинцовских школ. В итоге собралось более 500 человек, которые разделились на 32 команды. Все они приняли участие в первом детском фестивале по волейболу. Поскольку Лазутинка это тот парк, который может принять все абсолютные федерации спорта, есть и соответствующая инфраструктура, и поляна совершенно потрясающая около административного здания, и трасса. Поэтому, конечно же, была выбрана именно Лазутинка. Это яркое спортивное событие состоялось в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Его цель – повышение популярности волейбола среди детей и молодежи. У нас заключено соглашение с управлением образования, где определены 16 общеобразовательных учреждений, на базе которых введен третий урок физкультуры по виду спорта волейбола. Соответственно, все эти 16 общеобразовательных учреждений имели право подать заявку на участие. Перед началом турнира обязательная разминка и отработка приемов. Техничность – важная составляющая игры, но не самое главное. Волейбол – командный вид спорта. Именно поэтому здесь важна скорость принятия решений и быстрота реакции. Порой один шаг или точный удар может решить исход всей игры. В данном случае этот такой проект фестиваля, он не только позволит выявить победителей, а тренерам, которые здесь очень внимательно смотрят. Есть тренеры профессиональных команд, они смотрят за ребятками, которые еще только-только на подступах к занятиям волейбола, например, в спортивных школах, они могут отобрать для дальнейшего спортивного совершенствования. А те, которые увлекутся и могут заниматься, для этого в Одинцово созданы все условия. Мальчишки и девчонки соревновались в быстроте и ловкости волейбольных приемов, технике удара и других навыках игры. Некоторые из них впервые взяли в руки мяч и сделали свой первый волейбольный пас. Обучали ребят опытные наставники, лидеры прославленных клубов «Искра» и «Заречья Одинцова». Моя школа, они занимаются баскетболом в школе, поэтому волейболом я сейчас только какие-то азы могу показать, но вообще они достаточно хорошо держат мяч, и где-то помогаю, подсказываю, как правильно басовать сверху, басовать сверху. Сначала мы выигрывали, но потом нас обогнали. Мы делали много аутов. Я думаю, надо идти до конца, занять максимально возможное место. Тимофей, как и его одноклассники, познакомился с именитой спортсменкой только на фестивале. Мария говорит, что ребята хорошо обучаемы и имеют огромное желание тренироваться. А вот игрок команды «Искра» со своими подопечными из третьей Одинцовской школы встретился уже не в первый раз. Мы уже проводили мастер-классы в школах, мы уже тренировались с этими детьми. В общем, сейчас этих же детей мы видим здесь. Может быть, не у всех очень хорошо появляются, получается, но я вижу огромное желание, всем весело и всем очень нравится. Все участники фестиваля получили семейный абонемент на домашние игры волейбольных клубов «За речи Одинцова» и «Искра». Победителей наградили медалями и кубками. Встретиться с первоклассными спортсменами и получить от них бесценный опыт удается не каждому. Быть может, для кого-то из ребят этот день станет судьбоносным. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».